Прошло уже куча времени с момента, когда я изготовил вот этот вот, так сказать, набор. Представляет он из себя керн и чертилку. Чертилка мне особенно нравится. Вау, мощная вещь. Но речь не об этом сегодня. Речь о секрете свечи. Самая обыкновенная свеча. Для начала полирнем. Честно вам признаться, не очень люблю это занятие. Паста ГОИ летит во все стороны, летит в лицо. Потом отмывается так плохо. Но, к сожалению, альтернативы пока что нет. Поэтому будем полировать пастой ГОИ. Сейчас быстренько 2 минуты и готово. И все оказалось бы хорошо, если бы не одно «но». Спустя достаточно краткое время блеск уйдет. Подтускнеет. Для того, чтобы продлить эффект полировки, нам и понадобится свеча. Сейчас расскажу, что нужно сделать. Берем подходящую емкость. Вот так вот кладем. И нарезаем немного свечи. Сильно много не имеет смысла. Но и мало тоже не годится. Заливаем кипятком. Буквально, чтобы деталь покрылась водой. Не более. Хватит. Варим до готовности. А если быть точнее, 4-5 минут. Не более. Латунный суп готов. Достаем пинцетом, ибо горячо. И сухой тряпкой тщательно вытираем. Я думаю, суть методы вы уловили. А для тех, кто не уловил, поясню. На поверхности металла образуется тонкая пленка, которая защищает его от окисления. Конечно, это не навечно. Рано или поздно все равно окисление произойдет. Но, тем не менее, такая защита показывает довольно неплохие результаты. Между прочим, этим секретом поделился со мной знакомый ювелир. Да и я сам пробовал уже достаточно давно. Вот решил с вами поделиться этой методой. Я таким образом защищал латунную ручку от шкафчика двери на кухне. Ну, вы поняли. Пользуйтесь на здоровье. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова